Перед началом ролика не могу не упомянуть о своём генеральном спонсоре, PanPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и доступный ассортимент. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Немного людей в Альдраке, неправда? Нет, сервера ещё не умерли, всё окей. Просто-напросто на ПТРе нахожусь. Именно на ПТРе нужно поговорить касательно повышения итем-левела легендарных вещей. Мало того, что у нас имеется легендарный топор, который был введён недавно в Мердрасиле, Ферролат Вуздатель Снов, для Воина, Паладина, Рыцаря Смерти. У нас же ещё имеется легендарный предмет Саберия для Пробудителей, Назура. И у Назура-то совсем маленький итем-левел. Аберий второй сезон. У Ферролата, конечно, итем-левел повыше, третий сезон. Но всё же в четвёртом сезоне итем-левелы будут просто огромные. И нас ждёт опять же нереальное повышение итем-левела. К примеру, в третьем сезоне мы кайфовали с 496-х вещиц. Например, Тринекс Феррака. Например, с легендарного топорика. А в четвёртом сезоне нас ждёт уникальный редкий лут плюс легендарный лут 535-го итем-левела. И на ПТРе поговорим о том, как лутать предметы 535-го итем-левела легендарные. Быть может, конечно, что-то поменяется. А быть может, абсолютно ничего не поменяется. И торговцы будут стоять в том же самом месте. На текущий момент они стоят вот здесь, рядом с мобом, где мы делали квестики в первом сезоне на Искры Искусности. Входим в эту пещеру, в эту арку. Тут нас встречают мобчики. Переместят их, не переместят. Я не в курсе. Как говорится, время покажет. Немножко исторических фактов. В четвёртом сезоне Шадоу Лэнса была схожая тематика. Там мы получали динары, и всего можно было получить 3 динара за сезон. Таким образом, можно было позволить себе покупку трёх вещиц. На текущий момент, скорее всего, мы будем получать 12 бронзовых слитков. И каждая вещица стоит по 2 слитка. Если вас интересует какой-либо предмет из хранилища воплощений, то вам нужен правый мобчик. Если же вас интересует лут из Аберия, то вам потребуется центральный моб. Если вам потребуется лут из Амердрасила, то левый моб. И именно тут, будучи воином, паладином или рыцарем смерти, мы можем купить чешуйку пробуждения, которая повысит наш легендарный топор до 502 итом левела. Но тут возникает вопрос. А что дальше? 502 итом левел на фоне каких-то 530 в будущем вещей, это же мало. А всё максимально просто. Те вещи, которые мы будем покупать за бронзовые слитки, у них имеется особый уровень апгрейда, а именно пробуждённый герой. Если вещица не является супер-пупер-гигареткой, то у неё имеется 12 левелапов. Это 528 итом левел. Если вещица является гигареткой, то у неё будет 14 уровней. И это уже 535 итом левел. Получается как-то так. Если к моменту старта 4 сезона ничего не поменяется, то наши действия максимально просты. Мы получаем 2 новые валюты под названием старинный бронзовый слиток. Несёмся к изи-норме, будучи воином, паладином или рыцарем смерти. Покупаем чешуйку пробуждения. Если мы пробудитель, то мы общаемся с другой изи-норме в хумановском обличье. Тоже покупаем чешуйку пробуждения. Апаем свой фералат или назура. И после этого, используя гребни и драконьи камни, улучшаем вещицу до 535 итом левела. Всё-таки пушка это главный вообще предмет, который нужен нам с целью того, чтобы наносить как можно больше урона. На этом всё. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!